Дорогие друзья, здравствуйте! На календаре у нас 29 августа, лето заканчивается. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор портала Приан. Он сказал, что лето заканчивается и тут же поймал себя на мысли, что на самом деле оно заканчивается просто по календарю, а в некоторых регионах оно, например, только начинается, и курортный сезон только начинается, и, соответственно, горящий сезон покупки недвижимости в каком-то смысле только начинается. И вот сегодня о таком регионе и о странах этого региона мы поговорим. Говорить мы будем о Юго-Восточной Азии, о тех странах, которые сейчас предоставляют относительно широкие возможности для покупки недвижимости, для инвестиций, где-то для переезда, кто покупает, зачем покупает, на каких условиях и как все это реализовать практически. Общаться мы будем с экспертами компании Russia's Office International Realty. Я с удовольствием ее представляю. Карина Соловьева, это руководитель направления Таиланда и Камбоджи. Карина, здравствуйте. Добрый день. И Ксения Грачева, руководитель направления Бали, ну или, наверное, можно чуть шире сказать Индонезия, или наоборот. Правильно зовут, это Russia's Office International Realty. Ксения, здравствуйте. Приветствую всех. Давайте начнем наш разговор, пока к нам тоже еще присоединяются зрители. Несколько слов вообще о вас, о вашей компании, о вашей работе. Карина, наверное, вам тогда слово, и я подключу презентацию с тем, чтобы можно было и наглядно получить информацию. Пожалуйста. Да, Филипп, благодарю за представление. Всех рады видеть, слышать. Будем рады вопросам сегодня, если они у вас появятся сейчас или позже. Прежде чем начнем, конечно же, хотелось представить нашу компанию, кто с нами еще не знаком. Многие слышали про Сотбис International Realty, всемирно известный аукционный дом, работает, функционирует уже более 277 лет. И чуть позже для вип-клиентов аукционного дома Сотбис, это более 40 лет назад, было создано специальное подразделение по обслуживанию, поиску зарубежной недвижимости. То есть, соответственно, сами клиенты делали запрос в сеть, чтобы такое сопровождение оказывалось, потому что доверие к сети по сей день остается все-таки большое. И эксперты все еще по сей день в нашей компании, в нашей сети набираются с большим опытом, с большим количеством сделок, с экспертным мнением в регионе, с которым они работают. В связи с этим у нас уже более 81 офиса в мире, в стране тоже открываем. Буквально в прошлом году открыт был офис в Казахстане, франшиза Russia, Сотбис International Realty, теперь это Казахстан, Сотбис Realty. Также открываем новые рынки, новые офисы, сегодня о них тоже поговорим. Если перейти к части того, чем мы сейчас занимаемся и занимались уже длительный период времени, безусловно, почему интересно и рекомендуем работать с нами. Безусловно, это комплексный подход к сопровождению всех сделок, то есть от этапа подбора недвижимости, от юридического сопровождения по сделке. Также мы сопровождаем клиентов уже после оформления сделок, то есть постпродажное обслуживание имеет место быть. Как любят говорить профессионалы в нашей сфере деятельности, проведем за ручку у вас на всех этапах, то есть нет такого, что вы просто купили недвижимость, не знаете, что с ней делать, не знаете, как ей управлять. Помимо этого, у нас достаточно большая команда по зарубежным инвестициям в Москве, в России, теперь мы расширяемся на другие рынки. Соответственно, многие из наших коллег релацировались либо в прошлом году, либо ранее, либо делают это сейчас на другие площадки, рынки, чтобы полностью экспертно посмотреть с точки зрения обычного жителя данной страны, подсказать вам лучшие варианты, лучшие проекты. Безусловно, мы также специализируемся на программы гражданства, резидентства, ВНЖ, ПМЖ, различные форматы ВИС, вариантов статусов. Мы тоже оказываем полностью сопровождение, то есть это юридическая поддержка, в большей части программ это все-таки юридическое сопровождение от и до, то есть от начала работы до получения того или иного статуса, будь то паспорт или карточка ВНЖ. Помимо этого, мы сопроводим вас по процессу покупки недвижимости в новой стране гражданства или резидентства. Это может быть как lifestyle недвижимость для собственного проживания, так инвестиции в недвижимость с точки зрения получения дохода, так и просто локальная недвижимость, если мы говорим про рынки СНГ. Тоже можем рассматривать. Если вкратце это так, если какие-то вопросы будут по пути следования нашего вебинара, тоже буду рада ответить. Много экспертов, много партнеров, которые могут подхватить на любом этапе сделки и помочь вам закрыть то или иной запрос. Окей, друзья, я напомню, что у нас традиционно работает чат, соответственно, вы можете в чате задавать вопросы. Как вы поняли, мы будем говорить сегодня широко о Юго-Восточной Азии. Безусловно, у нас такой хедлайнер это недвижимость Камбоджи, потому что новое направление, все что новое, очень интересно. Но мы, безусловно, коснемся и двух других направлений в Юго-Восточной Азии, Таиланда и Индонезии, тем более, как я уже сказал, сезон начинается. И как раз с такого, наверное, более общего вопроса хочу и начать нашу дискуссию. Ксения, как вам видится все-таки рынок Юго-Восточной Азии в целом, если его так вот глобально описать? Чем он интересен сейчас? Какой портрет покупателя? Тем более, что, ну, собственно, есть три основные цели. Кто-то инвестирует, кто-то переезжает, кто-то хочет просто домик на море для сезонного проживания. Ваш взгляд, Юго-Восточная Азия, это в первую очередь сейчас для кого? Ну, на наш взгляд, Юго-Восточная Азия в первую очередь интересна инвесторам, те, кто ищет наиболее выгодные и эффективные инвестиции. В настоящий момент Юго-Восточная Азия, наверное, вырвалась вперед, да, даже по сравнению с Дубаем, который был популярен в последнее время. И, скорее всего, может предложить наибольший доход. В частности, направление Индонезия, которым я занимаюсь, в настоящий момент предлагает такой доход, который может достигнуть 15% годовых, и это вполне реально. Поэтому вот те инвесторы, которые выбирают Юго-Восточную Азию, не боятся, скажем, таких прав собственности, которые предполагают лисхолд, но делая ставку в первую очередь на высокую доходность, которая будет складываться как от перепродажи объектов, так и от аренды долгосрочной, краткосрочной. Об этом, наверное, попозже поговорим, какие варианты возможны. Ксения, Карина, простите, я такой тогда вопросом хочу задать, собственно, именно к другому кадру обратиться. Ну, все-таки в Юго-Восточной Азии стран много, и в той или иной степени и 5, и 7, и 10 лет назад, в меньшей степени, конечно, чем сейчас, но интерес к ним был, и предложения к ним были по этим странам. Как обстоит дело сейчас в вашей компании, учитывая, что вы видите спрос, учитывая, что вы видите, ну, как бы задачи, которые стоят перед клиентами, то, чего они ждут. Соответственно, вы эти направления подбираете. Вот Камбоджа, как я понимаю, там два года назад в портфеле у вас ее просто не было, да? Как такие страны появляются, и какие страны вообще в Юго-Восточной Азии сейчас в вашем фокусе есть? Да, все верно. Сейчас, как заметила Ксения, наверное, 25% сейчас всех наших направлений и деятельностей занимает Юго-Восточная Азия. Безусловно, Камбоджу мы нашли, скажем так, не сразу. У нас в прошлом году открылся офис во Вьетнаме, и, соответственно, наши коллеги поспособствовали включению в нашу НИК в направление Камбоджа. Точнее, один из наших коллег, который как раз там был, общался лично с застройщиками, работал уже не первый год, работает с данным рынком, поэтому Камбоджа нас тоже привлекла. Соответственно, Юго-Восточная Азия, в принципе, находится, как и большая часть наших предложений, благодаря нашим клиентам, как бы это ни странно звучало, которые часто спрашивают, вот у вас есть вот эта страна, вы занимаетесь этим, и 30% продуктов, наверное, было именно так и найдено. С открытием новых офисов наши коллеги или, опять же, релацирующиеся наши коллеги тоже вносят свой вклад в продуктовывание компании, и так мы узнали о Камбодже. Если говорить, какая основа готовится для того, чтобы развить данное направление, безусловно, путем расширения предложения в регионе, наш специалист сначала изучает все макро- и микроэкономические показатели, политическую обстановку, безусловно, есть аналитический отдел, который смотрит статистику, данные по региону, после этого отбирается уже несколько известных или просмотренных лично объектов после проверки документации и уже передается юридическому отделу, отделу процессинга, и это относится уже к миграционным программам, если мы говорим про паспорта и про статусы ВНЖ, которые мы сопровождаем внутри компании. Если мы говорим про проект, безусловно, это в первую очередь уходит все документы в юридический отдел для проверки первоначальной дью-диллидженс, чтобы мы понимали, что мы предлагаем, что происходит в регионе, какая ситуация. Окей, давайте, ну, собственно, как я уже сказал, у нас три страны сегодня, большую часть времени мы уделим Камбодже, чуть меньше Таиланду, Индонезии, и все-таки возьму на себя смелость, давайте начнем все-таки уже совсем с нового направления, поговорим о Камбодже, потом вернемся к Таиланду. У нас презентация изначально была построена немножко по-другому, но я думаю, что все-таки безумно интересно. Я еще раз тогда открою карту, Карина, и вам тогда слово чисто географически, я предполагаю, что многие это знают, но все равно направление относительно новое. Итак, пожалуйста, Камбоджа, вот она тут на карте показана, думаю, все видят, слева Таиланд, справа Вьетнам, то есть, может быть, страны даже чуть более известные, чем сама Камбоджа, но вот несколько слов о ней. Что это вообще за страна и как вы на нее вышли? Да, как вышли, в принципе, уже говорила, как говорила ранее, открытие офисов в Вьетнаме поспособствовало включению в линейку направления Камбоджа, и, соответственно, страна достаточно интересная, потому что у нас в любом случае происходит внутри еще компания обучения, чтобы мы понимали, что это страна-регион, задали сами себе же вопросы, которые будут задавать наши клиенты. Рынок очень интересный, естественно, там пока нет такого стабильного и сильного развития, как те же рынки, которые мы привыкли, видите, это Турция, Таиланд, все, что там рядом или то, что популярно. Я уже боюсь говорить про ОАЭ, там уже стабильно большой скачок, и пока Азия только стремится к этому развитию. Соответственно, безусловно, как на любой регион, сюда здесь повлияли ковидные времена. Прошлый год тоже достаточно такой значительный был для Камбоджи, потому что многие все-таки решили переехать, посидев, отдохнув в Таиланде, подумали, что хочется немножко такой городской жизни. Да, Бангкок, если мы сравниваем, тоже прекрасно, но вот хотелось чего-то нового, даже по словам наших клиентов. Помимо этого, мы видим стабильно растущие показатели ВВП, мы видим, что экспорт, сюда релацируются такие производства, как Ford, Yusuzi, соответственно, все марки приводят сюда свои производства. Многие IT-компании релацировались, потому что им здесь удобно содержать офис, это не так дорого, как в Дубае, и это все-таки какой-то центр, который непосредственно все-таки связан с Китаем. Говорить сегодня про Китай буду много, почему? Потому что местное население откровенно признается, что строить оно в таком формате, в таком масштабе не способно пока, поэтому очень много. В таком, как Китай, вы имеете в виду? Да, так как Китай, как и другие рынки, к которым мы привыкли, даже, опять же, сегодня будет очень много сравнений. Китай суперинтересное направление с точки зрения застройщиков, какой формат они выбирают, как строят. Мы привыкли к рынку Таиланда, как выглядит постройка, что мы получим в конечном итоге. Камбоджу пока никто не знает, но там, назовем так, генеральными застройщиками являются все-таки китайцы, потому что китайцы любят этот регион, они первые по туризму в строке, кто чаще посещает эту страну. Таиланд тоже на втором месте они любят, потому что они близко находятся, но все именно привязано к китайским застройщикам, китайским инвестициям. Там много инвесторов из Китая, которые свои активы размещают в Камбодже, нравится им Камбоджа, и они там, естественно, делают свою застройку. Уточняющий важный вопрос. Вы сказали Китаю, но, насколько я понимаю, с точки зрения валюты, например, у них ориентир скорее в сторону США, а не... И вообще, все именно финансовые процессы, они происходят с оглядкой на доллар. Да, Филипп, вы абсолютно точно заметили, это большой плюс Камбоджи. Также экономика полностью долларизирована, соответственно, полностью идет привязка к доллару США. То есть, если вы условно приходите в магазин, в ресторан, вам, безусловно, вставляют счет и в долларах, и в местной валюте камбоджистском риэле, но приоритетно, если вы будете платить за свой счет в долларах. Это с точки зрения экономики, все подвязано к доллару, все форматы, все выплаты, даже той же доходности, все связано с долларом. Это большой плюс для инвесторов. И вот как раз вопрос, да, тоже с языка буквально снял один из наших зрителей. Вот Камбоджа, во-первых, это место для чего? Это тоже, вот как Ксения сказала в целом о Юго-Восточной Азии, это скорее инвестиции, или это все-таки штука и для переезда, или, может быть, просто для сезонного отдыха? И, ну, насколько это цивилизованное место? То есть, ну, понятно, что неизвестность, она в данном случае скорее отпугивает, да, именно тех, кто, ну, может быть, опасается каких-то подобного рода факторов. Что это такое? Я бы делала все-таки основной акцент на инвестиционную привлекательность региона. Предлагаем мы варианты, рассматриваем в столице, это Номпень, наиболее развитый. Сейчас много инвестиций идет именно для развития столицы. Опять же, китайцы строят дороги, китайцы строят транспортные узлы. То есть город полностью внутри развивается, соединяется с помощью, опять же, китайских застройщиков. Что говорить про развитие? Это вот достаточно интересный вопрос. Есть там маленькие, правда, пока еще проценты русских, кто релацировался, либо очень давно, то есть я говорю где-то про 2014 год, кто-то совсем недавно, кто-то под влиянием прошлого года релацировался. Очень много привлекается, опять же, IT-специалистов, потому что, к сожалению, пока в столице и, в принципе, в Камбодже не так развито образование. То есть нет представительств каких-то мировых, международных, известных вузов, и местное население пока немного отстает в развитии. Но несмотря на то, что население достаточно молодое, то есть средний возраст где-то от 25 лет, они максимально открыто привлекают всех IT-специалистов, те, кто мог бы развить регион. Соответственно, основная часть релацировавшихся, если мы говорим про них, это все-таки IT-специалисты, которым предлагаются различные, опять же, долгосрочные визы для проживания, предлагаются все условия. Ну и, соответственно, дальше мы поговорим про, как легко и что снимают наши соотечественники или те, кто приехал, например, из Китая. Пока рынок не очень развит, да, не очень развит, но вот еще есть также туристическая столица, назовем ее так, Аксиона Квиль называется, и вот там уже больше близко к нашему туристическому настрою как-то выглядит, да, пляжи есть, они уже более-менее чистые, но тем не менее пока Камбоджа в таком состоянии начала развития, скажем так, но успехи уже есть. Ксения, просто вам неожиданные вопросы, если параллели проводить, понятно, что все рынки так или иначе развиваются, мы это, кстати, видим и на примере стран Ближнего Востока, то есть считается, что вот ОАЭ, оно уже достигло какого-то уровня, условно и там Оман, Бахрейн к нему приближаются, Саудовская Аравия вообще страна в себе, что называется. Вот если мы, Ксения, говорим, например, про Индонезию, вот, ну, 5-7-10 лет назад, вот про нее, наверное, тоже так можно было сказать, на ваш взгляд? Ну, в целом, да, на самом деле, последние 9 лет Индонезия показывает стабильный рост на цен на недвижимость, он составляет около 15-20 процентов в год. Ну и, собственно, можно сказать, что спрос довольно стабильный на недвижимость в Индонезии, в Бали, в первую очередь. Объектов становится... Дело в том, что нужно понимать, что Бали, в частности, это остров, который имеет высокий туристический потенциал, и объектов для последующей сдачи в аренду все меньше, в связи с тем, что береговая линия, она ограничена, а внутри острова, как мы знаем, строить нельзя, там в основном рисовые плантации, джунгли и так далее. И, ну, собственно, наверное, процентов 5 в земле осталось под подстройки, поэтому место ограничено, стоимость не будет снижаться, она будет только расти. И, в общем-то, это привлекает, конечно, инвесторов. Окей. Карин, если опять вернуться в Камбоджу, вот уже пошли вопросы такие более конкретные. Давайте все-таки вот рынок недвижимости с точки зрения предложения. Что это? Где это? Почем это? И потом уже перейдем к таким точечным вопросам, вроде ипотеки, дохода и так далее. Да, сегодня покажем три проекта основных, которые предлагаем уже в столице. Как я сказала ранее, да, действительно, Пномпень сейчас развивается быстрее, потому что столицу всегда хочется быстрее облагородить, быстрее туда впустить иностранных инвесторов. Рынок недвижимости пока набирает обороты. Порог минимальный, порог входа минимальный пока на данный момент. Это минимум 70-75 тысяч долларов. То есть, опять же, если мы сравним с другими рынками, это достаточно низкий порог входа. И если мы опять сравниваем с Таиландом, я знаю, что у Ксении есть предложения за 70 тысяч, но в Таиланде уже таких мало, либо не отвечают они запросам наших инвесторов. Поэтому здесь, с этой точки зрения, можно зайти за 70 тысяч долларов и с хорошими условиями. Какими, сейчас, позже тогда покажем, расскажем. Процент доходности тоже достаточно высокий. Есть гарантированная доходность, то есть средний процент, на который можно рассчитывать, где-то 7% годовых. Есть привлекательные опции для инвесторов. Тоже сегодня о них расскажу. Это гарантированный байбэк, что у нас часто тоже спрашивают инвесторы, которые с нами давно, которые уже где-то что-то купили, им хочется еще. Поэтому объекты, в основном, конечно же, формата апартаменты, к которым мы привыкли, кто так или иначе связан с зарубежной недвижимостью, уже знает, как выглядят апартаменты. Строи, как я сказала, да, в основном китайцы. И вторичка, конечно, есть, если там забегая вперед. Но, опять же, с точки зрения инвестиций, она не так ликвидна. Но, безусловно, опять же, все зависит от локации, если мы будем смотреть какие-то варианты. Я, во-первых, посмотрите, попрошу еще, наверное, в чате опубликовать контакты компании. Russia's Office International Realty. Я просто хочу уточнить, был вопрос по презентации. Я думаю, что коллеги не откажут поделиться презентацией. Просто напишите напрямую. Я думаю, что помимо презентации, вы знаете много чего интересного. Это без вопросов. Я вот что еще хочу тогда уточнить. Вот вы сказали, ну, что типичный объект, вот, Камбоджа. Это место, где будут покупать только иностранцы, то, что вы предлагаете? Или это вообще такое, знаете, как, ну, условно, городская недвижимость, как там в любом городе Европы. Покупаешь, там могут и иностранцы жить, и не иностранцы. Или здесь все-таки есть вот такие вот районы, ориентированные на... Если мы говорим про ограничения именно в покупке иностранцам недвижимости, то тут такого нет. В 2021 году был принят закон, и инвестициям здесь точно только рады будут. По поводу формата. Сейчас делают в основном застройку формата высотных зданий. Потому что, если, опять же, смотреть назад, где-то более чем 2-3 года назад, таких зданий, в принципе, не было в Камбодже. То есть были все местные такого формата, я бы сказала, наверное, Таиланда, Пхукета, застройки. Сейчас все строится гораздо выше. То есть там от 40 этажей. Потому что раньше тоже был запрет на строение. От 40, вы сказали? От 40 это минимум. То есть там просто высотки на огромное количество юнитов? Огромные. Внешне, там, если визуально можно посмотреть в интернете, это выглядит как наша Москва-сити, если вот так абстрагироваться. То есть высотки такого формата, такого же цвета, издалека, да, это пень, но, тем не менее, это очень похоже на бизнес-структуру, бизнес-центры. Ранее, там, буквально год-два назад нельзя было делать генеральную застройку под определенное количество этажей. То есть правительство просило строить только низко стоящие такие здания без высокой этажности. Сейчас, чтобы получить разрешение на такое строительство, застройщик показывает очень много документов. Опять же, проходит полностью дидиджинс, показывает, что он достроит эти варианты. Кстати, пока затронула эту тему, хороший момент рассказать о том, что все проекты, которые мы сейчас предлагаем, они на финальной стадии строительства либо уже достроены. Потому что, опять же, чтобы инвесторам, во-первых, будет спокойнее, что все это будет достроено, застройщики известные, понятные, можно уже скоро будет заезжать. Ну и, соответственно, из-за постковидных времен в среднем сейчас 40 тысяч вариантов недвижимости предлагается на рынке, плюс-минус. И из них только 15-20 по факту достроены. Поэтому, чтобы опять не попасть под этот риск, мы все-таки рекомендуем заходить на те проекты, которые вот-вот уже достроятся, либо уже построены. Соответственно, этот риск у инвестора мы снимаем. Ну вот смотрите, объект, который, ну сейчас, который будем предлагать, это в первую очередь все-таки курортная история, да, или такой дом на весь год, что называется? Точно не курортная. Это 100% инвестиционная. Возможно, появятся новые застройки в лес, в речных портов, пляжей, но пока это чисто городская недвижимость для сдачи в аренду. Хорошо, давайте, может быть, на конкретных примерах посмотрим, будет нагляднее и перейдем уже, знаете, как от частного к общему. Да, все верно. У нас есть первый объект недвижимости, да, Филипп, спасибо. Он уже готов к заезду. Начнем как бы с минимальной цены. Это сейчас 75 тысяч. Буквально на прошлой неделе была на 5 тысяч меньше. Проект частично уже выкупают, поэтому вариантов остается тоже не так много. Здесь абсолютно бюджетная история для тех, кто хочет зайти по минимальной стоимости. При этом можно будет получить опцию buyback, либо если формат интереснее, получать гарантированную доходность, то застройщик предлагает 8-10%. Можно задавать как самостоятельно, можно задавать с помощью управляющей компании, которых там достаточно много, либо мы можем вам предлагать уже какие-то свои варианты. Более того, опять же, частых вопросов мы здесь сразу вывели на слайд. Первый износ всего 3 тысячи долларов, то есть это не такая большая сумма. Опять же, можно подумать, посмотреть, выбрать лучший вариант, но лучше не тянуть, учитывая изменения быстро цены. Помимо этого будет представляться скидка при 100% оплате проекта до 25%, то, что мы видели с нашими клиентами. И, соответственно, есть такая опция, если вы отказываетесь от гарантированного дохода, можно получить скидку в целом на саму стоимость финальную вашего апартамента. Это для многих тоже будет интересно. То есть, опять же, сравнивая с другими рынками, там либо цена чуть выше, там либо нет таких условий, а здесь максимально все опции для инвесторов, которые они любят и спрашивают. То есть это или buyback, опция гарантированного обратного выкупа по договору с застройщиком, либо это опция гарантированного дохода. Сразу скажу... Да, простите. Сразу тоже был вопрос, он в целом был не только по конкретному объекту, ипотека, рассрочка, как это все? Какие тут финансовые моменты есть? Как обычно происходит, у нас спрашивают про ипотеку, после того, как мы рассказываем про рассрочку, вопрос про ипотеку сразу автоматически снимается. По факту, в основном все у нас спрашивают, опять же, да, про рассрочку, если есть такая опция, она более удобная, потому что она беспроцентная и достаточно лояльная по условиям, то есть застройщики максимально идут навстречу, могут там перенести второй платеж, третий платеж, после там внесения депозита, в среднем 30% от стоимости, перенести этот платеж, и максимально лояльных условий вы можете выплачивать. То есть это не так обременительно, как взять ипотеку, это, возможно, для кого-то меньше риск, кто переживает, как он будет выплачивать, какие проценты там вдруг, опять же, экономическая ситуация изменится и прочее. Мы все-таки предлагаем брать рассрочку, если такая опция будет необходима. И все-таки такое о практическом моменте, ну вот если я правильно понимаю, на фотографии здесь там какая-то лаунж-зона такая, да, на первом этаже, по сути, условно-гостиничный эффектники этого здания. Здесь проект чуть ниже уровнем, я бы не звала его супер премиум-классом, у нас есть проекты, которые чуть подороже стоят, но чуть получше выглядят с точки зрения инфраструктуры. Это максимально минимальная стоимость, по которой можно зайти, соответственно, то, что вы будете иметь за эту стоимость, оно оправдано. Потому что, помимо этого, все апартаменты меблированы, поэтому вы получаете квартиру за эту стоимость уже либо под ключ, либо почти под ключ, то есть бытовая техника там минимальная, какая-то минимальная мебель будет уже находиться. Такой еще просто момент уже, может быть, не конкретно к зданию имеющий отношение. Вот хорошо, я вышел из этого дома, что у меня налево, что у меня направо, это там, по-моему, вообще в Камбодже, я так довожу до абсурда, ну вкусные точки там нет, а вот Макдональдс есть, что я увижу по сторонам? Есть местные кафе, рестораны, тем более, что есть даже в части города европейская кухня, как они называют, но это наша классическая там пицца-паста, которая итальянская, европейский формат. Это жилетный район, где вот таких домов много, или он там один посреди какого-то, не знаю, там одноэтажного безумия? Дома есть, но, как я сказала, застройка высотных зданий пока не так популярна, то есть они где-то находят места в интересной локации, в интересных районах, где есть, естественно, развязки, где можно добраться, даже если не в центре, куда-то очень быстро на машине. Опять же, ждем строительства моста, который сократит время там с 30 минут до 5, для того, чтобы добраться до другой части города. Это будет удобно. И еще тогда один момент. Своя территория там есть, или поскольку это все-таки, ну, насколько там охраняемая, неохраняемая, бассейн, не бассейн, вот такая история. Потому что, опять же, психологически, когда я услышал относительно недавно про Камбоджу, то есть я слышал про нее давно, но вот именно в таком ключе, первая реакция была, ну, раз мы сравниваем там с Таиландом или с Индонезией, то это, скорее всего, там бассейн, это там лежаки и безумные отдыхающие со всего мира. Да, если мы говорим про другие проекты, которые я сегодня покажу, там точно это было учтено, но потому что они сдаются чуть позже. Эта стройка была чуть раньше и условно дома 2019 года, которые даже были построены и были заморожены по строительству в 2020 году, они как бы условно немного уже устаревают по технологиям, по формату здания, естественно, после 2020-2021 года, опять же, Дубай у нас был таким трендсеттером по обязательно, чтобы в здании был Infinity Pool, обязательно, чтобы была какая-то своя территория, балкончик, там управляющая компания. Здесь из-за того, что проект уже готов, он строился намного раньше, он еще не в том формате, к которому мы привыкли. Вот если вы покажете, Филипп, уже второй проект, давайте перейдем. Будет интереснее. Это вообще, в принципе, наш фаворит. Здесь вот действительно инфраструктура такого формата отеля. То есть там внутри по факту есть все. Да, здесь цена чуть побольше, но опять же, если мы сравниваем с Таиландом и другими, там, Турция, Дубай, за такую стоимость с гарантированным доходом я такого, в принципе, не видела. Если я не права, меня можно будет поправить. Если вдруг есть коллеги или кто занимается недвижимостью или уже купил, то такой стоимости я не видела. Здесь тоже самое, есть гарантированная доходность. Завершение строительства уже в следующем году планируется. Должны достроить, это точно, потому что, опять же, застройка полностью под китайскими застройщиками и управлением. И инфраструктура. Здесь как раз-таки, Филипп, сейчас я покажу вторую часть. Здесь подключена система умный дом от Xiaomi. Соответственно, здесь полностью все оборудовано в формате автоматизации. Полностью вся квартира мобильно, логично для вас. То есть, за 100 тысяч долларов еще и с гарантированной доходностью и полностью меблированная есть вся полностью инфраструктура то есть, там на определенном этаже есть детский уголок. Потому что, кстати, возвращаясь к вопросу о инфраструктуре региона, пока не так много зеленых насаждений и вот многие кто с детьми говорит, что я пока может быть не готов к переезду, потому что где дети будут гулять. Здесь все-таки прям все включено прямо в дом. Здесь есть няня, здесь есть детский уголок, здесь есть спа-комплекс, здесь есть библиотека, здесь есть инфинити пул, где можно тоже отдохнуть. Соответственно, вся инфраструктура, не выходя из дома, вот то, к чему сейчас стремится опять же Турция, Дубай, что сейчас они строят, здесь все то же самое. Но это формат все-таки такого здания, ни отдельного, ни кондоминиум, ни апартаменты, я имею в виду отдельно какие-то отведенные, ни пентхаус, это все-таки в формате большого дома. И если какие-то варианты вы сейчас рассматриваете, то это сейчас премиальный проект, в который можно зайти. Очень много айтишников уже присматривает и в этом районе себе за жилье и в принципе рядом, может быть, прямо уже здесь кто-то готов выкупать квартиру либо брать в аренду, потому что айти-специалистов очень много, они любят вот эту всю систему, инфраструктуру, экосистему именно внутри дома, что им не надо никуда выходить, они поработали, спустились вниз, там поплавали, сходили в бассейн, если есть дети, всегда есть няня, которая может посидеть, последить за вашим ребенком, чему-то научить, обратно вернуть его. Окей, давайте еще тогда про третий объект сразу расскажем и потом уже несколько общих вопросов, тем более, что они поступают в том числе от наших зрителей, пожалуйста. Да, соответственно, третий проект, он достаточно дорогой, если мы сравним с первыми двумя, здесь, безусловно, тоже есть и опция байбэк, и гарантированный доход, но он чуть поменьше, однако, если будет интерес к этому проекту, можем персонально провести консультацию, направить материалы, если смотреть на него с точки зрения расположения, да, это прекрасный вид на реку, которую мы частично сейчас видим, мост, который соединяет две части города, если вы работаете в другой стороне и вам нужно быстро добраться, это тоже плюс, и, соответственно, рядом находятся и торговые центры, и школы, и институты, которые зарождаются, но местные пока все равно существуют, и здесь самый большой в Камбодже, в принципе, да, в Номпене Infinity Pool, пока этот проект в топе, в топе самых интересных инфраструктурных именно объектов, очень много молов рядом, то есть, опять же, мы возвращаемся к системе, что все рядом, все близко, безусловно, здесь тренажерный зал, спа, есть парковка, если вы не выкупаете, ее можно всегда в таких зданиях арендовать, поэтому вся инфраструктура, опять же, у вас включена именно в сам комплекс, никуда ходить не нужно. Здесь он больше на перспективу, если сравнивать со вторым и первым вариантом, то есть, такой условный район похож на Манхэттен, здесь будет развитие все-таки еще идти с течением времени, и вот если рассматривать на перепродажу через пять лет, то есть смысл смотреть на этот вариант. Если нужно что-то срочное, я бы рекомендовала второй. Скажите, вот как раз пошел естественно вопрос о доходе, причем интересно понять не только в цифрах, цифрах, ну там, собственно, они есть, тебе были гарантированы доходы, ну 8% и 8%, как технически ты его получаешь, как ты платишь, и мы, кстати, сразу после этого уже, я думаю, перейдем к тому же вопросу, Ксения, к вам, как происходит оплата, как раз сразу зритель тоже аналогичный вопрос задает. Как происходит оплата, потом все-таки это доллары, не доллары, вот в юанях можно или нельзя, об этом технической стороне. Это один из самых важных вопросов, так как Камбоджа, Таиланд и Индонезия, в принципе, все, что мы сейчас сегодня обсуждаем, это все дружные страны, поэтому оплата намного проще, чем в те же европейские страны. Соответственно, безусловно, доллары принимает сама страна, в юанях проходила оплата, это был Газпром, это был Райфайзенбанк, то есть из практически точки зрения все выпускали, отправляли. Безусловно, сразу скажу, если там застрочек выставляет счет, и мы проверяем, что это какой-нибудь корреспондентский банк в Канаде, безусловно, деньги могут не пройти, потому что у них стоит прямой запрет на проведение сделок с русскими, с российскими счетами. Если мы говорим про то, что у вас есть, например, счет в странах СНГ, это вообще идеальная история, потому что они не запрещают, опять же, отправку платежей. Камбоджа опять же примет, что от российского гражданин, гражданин Республики Беларусь, тут ограничений точно нет. В СНГ будет чуть попроще. Российские банки, да, вот по практике это был Газпром и Райфайзен. Можно пробовать другие, мы там не исключаем все-таки, но всегда просим все-таки консультироваться с самим клиентом, с их банковским менеджером, потому что они ближе к этому и с точки зрения экспертности могут оценить в принципе отправку такого платежа. Но по опыту ограничений не было. Гарантированная доходность, вот чисто технически как это происходит? Там раз в год или там раз в какой-то другой период я получаю деньги на какой-то свой счет и, вот, кстати, еще один момент тоже спрашивали, что со счетом, банковские карты и так далее, как это все происходит? Это самый интересный на самом деле момент, потому что как это происходит? Некоторые застройщики выплачивают раз в полгода, но классически все выбирают историю раз в год, потому что это и выгоднее, и сумма чуть побольше, если мы в обозримом будущем рассматриваем окончание строительства объекта, как будет происходить процедура? Вы можете приехать, открыть счет. Это, опять же, не запрещено, доступно. Нужна будет одна поездка в любом случае, что для недвижимости, что для открытия счета. Соответственно, можно приехать. Для покупки недвижимости в любом случае один раз ты туда должен приехать по-любому. Да, да, соответственно, чтобы принять право собственности, получить все документы, нужно будет сдать биометрические данные, то есть отпечатки пальцев в земельном департаменте Камбоджи. Эта процедура обязательная, пока нет никаких моментов, которые могли бы ее изменить или ограничить, но думаю, если будет большой поток желающих, возможно, правительство как-то поменяет свою историю, то есть полностью удаленным сделкой я бы это не назвала, все-таки все равно нужно приехать. Для открытия счета желательно, конечно, приехать, вы лично убедитесь, что это за банк, посмотрите всю ситуацию с недвижимостью, всегда рекомендуем, если есть возможность, можно приехать посмотреть, тем более, что мы всегда будем рады встретить вас там, и как русскоговорящие менеджеры, так и англоговорящие менеджеры все доступны, свободны, могут прям вас, опять же, привести туда, куда нужно, показать, что сделать по этапам. Итак, продолжая историю с выплатом дохода, вы открываете счет, это занимает в среднем три недели, можно начать полностью этот удаленный процесс, но потом все равно приехать, в любом случае, нужно будет для приемки, скажем так, недвижимости, для получения документов. Открываете счет, все опять же в долларах, можно положить ваш доход в валюте доллар под депозит, в среднем это 8%, и удвоить свой доход таким образом. То есть запретов, опять же, на открытие счетов, на депозитов нет, вы открываете счет, ваша доходность идет на ваш персональный личный счет, и эту историю мы все отправляем под депозит в 8%, и таким образом вся инвестиция окупается еще и дополнительными восьми процентами, которые предлагает банк. Тоже в долларах. Вот все-таки, а национальная валюта, она как-то к доллару привязана, или она живет своей жизнью, и по сути в мире два, в Камбодже две жизни, долларовая и местновалютная? Такой нет, в основном все оплачивают в долларах. То есть у местных, конечно, может быть эта валюта, но из практической точки зрения, если вы оплачиваете счет, вам не хватает долларов, можно там часть заплатить риэлями. Но все оплаты, все сделки, все выплаты, вся доходность точно строго привязаны к доллару. Что для банка является основанием для открытия счета? Это уже вопрос. Желание инвестора, и это будет проще сделать, если все-таки есть недвижимость. Ты сначала покупаешь недвижимость, потом открываешь счет? Да, безусловно, это будет проще под сделку, что вы будете получать туда доходы от инвестиций, соответственно, если какие-то рентные платежи, если вы сдаете квартиру сами, либо нужно будет заплатить управляющей компании, будет просто проще это сделать. И у вас также будет наличие счета в банках, там есть представительство камбоджийских, вьетнамских банков и китайских. И еще тогда давайте два вопроса, и мы от Камбоджи пойдем чуть дальше через Индонезию в Таиланд. Первый вопрос, все-таки общение, вот на каком языке ведется застройщик, я понимаю, что там есть ваш представитель, но по большому счету это все-таки англоговорящая страна и с застройщиком, если ты хочешь напрямую общаться с управляющей компанией и так далее. Безусловно, это англоговорящая страна, никаких проблем не будет точно. Местные, даже если вы будете в Камбодже, вы увидите вывески на трех языках, это английский, камбоджийский и китайский, ровно все те, кто там чаще всего находится. Многие из пожилого населения разговаривают еще и на русском, потому что многие были ранее отправлены в СССР для обучения, прохождения, поэтому многие даже в магазинах условно понимают русский язык. Это настолько упрощает жизнь Камбоджи, что кто-то из даже местных, мы знаем, благодаря нашим коллегам, до сих пор, живя с 2014 года, даже не учил ни камбоджийский, некоторые знают очень плохо английский. И тогда еще одно уточнение, мы в самом конце нашего вебинара безусловно к Камбодже еще вернемся, то есть не имея местного счета, ты отправляешь деньги на счет застройщика. Да, все верно, можно из российских банков, если они не против к этой процедуре. Окей. Хорошо, друзья, мы обязательно еще, как я уже сказал, к концу нашей беседы, когда будем уже подводить некий итог и поговорим, собственно, о переводе средств отдельно, может быть, в общем, не только относительно Камбоджи, вернемся к стране. Давайте сейчас поступим так. Во-первых, я попрошу еще раз контакты наших экспертов опубликовать в чате. Ксения, давайте мы сейчас перенесемся в Индонезию, на Бали конкретно. Собственно, первый вопрос, который я хотел бы вам задать, он не связан непосредственно с недвижимостью, но он может быть для подавляющего большинства и потенциальных покупателей, и тех, кто свою жизнь так или иначе планирует с Бали связать, он не менее важен. Значит, начиная с февраля, с марта 2023 года, много таких, знаете, точечных неприятных сигналов, что кого-то лишают права на нахождение в стране, появляются какие-то проблемы, связанные с тем, что, ну, понятно, многие туда приехали в надежде в том числе и поработать, делают это нелегально, и, соответственно, проблемы возникают. Как сейчас на самом деле обстоят дела? Как вам это видится, что называется, не совсем со стороны? Да, Филипп, вопрос, конечно, интересный. На самом деле, вы правильно отметили, что, скорее всего, это частные все-таки случаи, кто-то нелегально находился в стране, и, ну, нельзя сказать, что это как-то особенно касалось наших сограждан, но это какие-то частные случаи, которые просто получили такую вот огласку благодаря СМИ, но ситуация сейчас такова, что никаких ограничений для иностранцев, и тем более, для граждан Российской Федерации не планируется вводить, а более того, есть уже подтвержденная информация о том, что правительство Индонезии собирается вводить программу «Золотая виза», благодаря которой многие смогут переехать в Индонезию, купив недвижимость на некую определенную сумму, которую мы еще не знаем, она не озвучена, но она, наверное, будет составлять около 250-300 тысяч долларов. Так что, собственно, также анонсировали уже с нашей стороны аэрофлот, перелет, прямой перелет на Бали, который будет осуществляться уже с конца сентября, поэтому, ну, собственно, Индонезия ждет туристов, и строится очень много инфраструктурных проектов, нужно сказать, которые нацелены как раз на то, чтобы привлекать все новых и новых туристов. Поэтому вот на данный вопрос можно четко сказать, что бояться вот ничего не стоит ни ездить в качестве туристов, ни в качестве инвестора, покупая объекты. Вы довольно комплиментарно, собственно, как мы же по-другому сказали о рынке недвижимости Бали в последний момент, в последние годы, с этим два вопроса. Вы все-таки ставите, ну, по крайней мере, в своей работе знак равенства между Индонезией и Бали, или какие-то еще места могут быть интересны, или сейчас пока, в общем, даже необходимости такой нет? Ну, смотрите, в данном случае я отвечу так, все-таки наша позиция такова, мы занимаемся рынком Бали, потому что это, считаем это, ну, каким-то такой особенной локацией, которую невозможно повторить, наверное, она в другой локации Индонезии, ну, или даже если брать шире, она полюбилась в первую очередь туристам, релакантам, и, собственно, весь интерес инвесторский направлен туда, поэтому пока другие локации Индонезии мы не рассматриваем, только потому, что не верим, что будет такой же потенциал роста ценно-недвижимости. Когда мы говорим сейчас об Индонезии, о рынке Индонезии, вот это все-таки курортная доходная недвижимость, или не обязательно курортная, или не обязательно доходная? Ну, несомненно, это курорт, это курорт, это курортная недвижимость, но есть две категории, да, наверное, клиентов, одни переезжают, туда живут, это релаканты, это такое вот особенное место, где, ну, собственно, люди из разных стран, они чувствуют себя превосходно, и благодаря круглогодичному туристическому сезону, мы знаем, что он составляет практически 320, а то и доходит до 365 дней в году, ну, и благодаря такой особенной атмосфере, которая сложилась там, и это первая категория. Вторая категория, это фактически наши клиенты, это инвесторы, которые видят туристический потенциал, видят инвес, инвестиционный потенциал в Бали и инвестируют, поэтому, ну, несомненно, это курортная недвижимость, но через которую уже заходят инвесторы. Инвестиционные перспективы Индонезии, на ваш взгляд, это больше рост цен или это больше доход от аренды? Смотрите, рост цен, наверное, можно сказать, что в предыдущие годы можно было ожидать, наверное, вот до 20-30%, да, если говорить о начале строительства и при выходе строительства, сейчас он, наверное, составляет 10-20%. Что касается арендного потенциала, он, несомненно, выше, да, потому что я уже затронула вот вопрос о том, как собирается власть Индонезии вкладывать в инфраструктуру острова, это и строительство нового аэропорта, это строительство порта, который будет принимать большие круизные лайнеры и строительство местного Диснейленда в августе вот начинается уже, ну, собственно, я даже не все проекты озвучила, они все большие и перспективные, поэтому с точки зрения притока туристов это будет, приток туристов будет только увеличиваться и потенциал от дохода он будет расти и опять же напоминаю о том, что это круглогодичный курорт, поэтому 10-15 процентов это будет стабильный доход и ожидать вот такого же дохода в других странах довольно-таки сложно. Вопрос был про Санта, как я понимаю, речь идет о потенциально будущей столице в Индонезии на замену Джакарте. Там вы тоже пока, да, я понял, сейчас не рассматриваете, просто вопрос был. Нет, мы рассматриваем, да, мы сосредоточились на Бали. Еще один такой момент, он, в общем, понятный, когда говорят о доходности 15 процентов на протяжении одного года, двух лет, это одна история, тут все понятно и не с такими доходностями, что называется, сталкивались. Другой вопрос, когда речь идет о 3-4-5 и большем количестве лет, подобного рода доходность, ну, все-таки для инвестиций в мировую недвижимость кажется, ну, нелогичной, так долго продолжаться не может, да, то есть, понятно, что туристический поток будет расти и так далее. Вот, все-таки, и кроме того, 15 процентов эта цифра безумно большая, даже для нынешних времен, где с цифрами и ценами все равно все очень сильно меняется. Ну, такие более, такие, что называется, надежные цифры, какие вам кажутся, или по большому счету, почему бы и не 15? Смотрите, на самом деле всегда есть два варианта, и наши клиенты, как правило, вот, и именно сейчас можно в Бали, на Бали рассматривать два варианта инвестирования. Первый вариант это долгосрочные инвестиции, и второй вариант с краткосрочные инвестиции. Уже появляются проекты, в которых можно зарабатывать не только на краткосрочных инвестициях, но и на долгосрочных. И сейчас, да, мы можем показать расчеты, где на краткосрочных инвестициях можно разрабатывать до 10 процентов, но это такой консервативный подход. Это и в Убуде, это культурная столица острова Бали, где круглогодично снимают, живут релаканты. И на краткосрочных, наверное, 12-13 процентов это очень реальная доходность. Давайте мы сейчас тоже несколько слов о конкретных объектах поговорим, как я уже сказал, чуть больше о Камбодже, но и по Бали тоже, как я понимаю, конкретные предложения есть. Сейчас я их открою. Так, пожалуйста. Дополнительные расходы, кстати, при покупке недвижимости, но мы отдельно описывать их не будем, но я думаю, что просто тем, кому это интересно, я думаю, тоже напрямую можно сегодня обратиться и рассказать. Это понятно. Так, пожалуйста. На самом деле, вот в данной презентации, в рамках сегодняшнего эфира, так как все-таки он посвящен Камбодже в большей степени, я представлю два проекта. Они интересны тем, что здесь очень низкий вход. И достаточно, ну скажем, это редко для Бали, обычно вход составляет около 150 тысяч долларов. Здесь два проекта. Первый проект, он находится на Буките, это на юге Бали, это полуостров, очень популярный. Здесь находятся такие фешенебельные курорты, многие цепочки мировых крупных отелей, Хилтон, Кипитский и так далее. В частности, данный проект находится рядом с пляжем Меласти. Это один из таких инстаграммных пляжей с белым песочком, лазурной водичкой. И здесь старт начинается от 90 тысяч. Это студия, за эту цену можно купить. Также в этом проекте он достаточно такой масштабный. Здесь есть и виллы, и, соответственно, комплекс включены. И студии, апартаменты отдельные. Можно выбрать тот или иной вариант. Находится он в 500 метрах от пляжа, что, в общем-то, очень удобно. И виллы здесь стоят около 277 тысяч, что тоже является очень хорошей ценой для вилл. И второй проект, он находится в Убуде. Это я до этого уже сказала. Это, скажем так, культурная столица города. Есть один существенный минус. Он находится не непосредственно на берегу океана. Наверное, около часа нужно будет проехать до океана. Но очень многие местные жители, релаканты, любят снимать именно в этом месте, так как здесь очень развитая инфраструктура. И плюс к этому температура здесь несколько ниже на пару-тройку градусов, чем на береговой линии. И здесь студия уже стартует от 72 тысячи пятисот долларов. Такая вот очень комфортная цена. Вот как раз об этом проекте я говорила. Здесь можно сдавать круглогодичную аренду и получать около 10% годовых. Я правильно вас услышал? Это проект на стадии строительства или нет? Да, да, да. Это проект на стадии строительства, конечно. Ну, собственно, Карина отмечала этот момент, что, например, в Камбодже отчасти из-за того, что просто рынок относительно новый, отчасти, потому что, ну, как бы недострои они есть везде. Вот на это обращают внимание, да, что как бы объект, который будет построен через год, через два, пусть и по привлекательной цене, менее интересен, чем тот, который, ну, будет построен через несколько месяцев, а то и неделя или уже сдан. Вы такую тенденцию отмечаете? Все-таки насколько эта история рискованная сейчас? Особенно с учетом того, что, например, ну, довольно активно говорили, что очень много сейчас разных, разных, очень разных застройщиков поехало именно в Индонезию, может быть, в большей степени, чем в Камбоджу или в Таиланд. Да, все верно. За последние, особенно три года, появилось очень большое количество застройщиков. Это как местных, так и иностранных. Многие блогеры вот начинают заниматься строительством, не имея, в общем, соответствующего девелопа. Блогеры, вы сказали? Да, 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 вот такие, да, тоже встречаются. Надо мне стать блогером и вообще в занятиях. Да, 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 да. Филипп, конечно. Поэтому мы рекомендуем всем инвесторам очень внимательно изучать информацию о застройщиках. Сколько лет в сфере строительства уже данный застройщик находится? Были ли законченные проекты? Где и что строить? Еще важнее, были ли не законченные. Были ли не законченные, да. И также изучать пакет документов на землю, на строительство. Если застройщик добросовестный, то он предоставит все эти документы. Ну, то, собственно, чем занимается наш юридический отдел. То, что очень часто, Филипп, сталкивались с тем, что появлялись застройщики, предлагали нам сотрудничество, довольно интересные проекты, но не предоставляли вот все необходимые документы, которые, конечно же, наш юридический отдел требует на первой стадии для дальнейшего сотрудничества. Какие, например, то есть что, ну, что это могут быть за документы, которые не... Документы на землю, на аренду земли, собственно, их не было. Или предоставляли документы, которые были на другую компанию, то есть вообще не было связи с той компанией, которая занимается строительством. Лицензии на строительство. Ну, то есть фактически не найдешь потом концов. Поэтому нужно очень внимательно заниматься вот именно проверкой. Действительно много застройщиков появилось. И тогда вот хочу уточнить вот от нашего зрителя вопрос. Ну, он сформулирован не как вопрос, а как просто такая реплика про капитализацию и ликвидность объектов в горизонте 10 лет. Ну, я на 10 дней вперед боюсь загадывать сейчас. Тут 10 лет, но тем не менее, да? То есть как вам себе это видится? Потому что, ну, вот сразу скажу, если вы скажете, что каждые 10 лет все будет расти на 10-15 процентов в год, ух, я не поверю, а я человек доверчивый. А уж недоверчивые люди тем более не поверят. Как вам это себе видится? Ну, скажем, есть такая открытая информация о том, что до 32 года все-таки ожидается рост ВВП в Индонезии. Поэтому мы можем говорить о том, что, наверное, какого-то спада не ожидается. Это будет стабильным рынком. И опять же, то, о чем я говорила в самом начале, Филипп, мы занимаемся Бали. Бали – это остров небольшой, там конечная территория. Поэтому говорить о том, что там будет сумасшедший рост, да, там 15-20 процентов в год, я, наверное, не возьмусь, никто не возьмется. Но вряд ли это будет спад. Все-таки это ликвидная недвижимость. В какой-то момент уже все эти земли, которых уже осталось немного, они закончатся. И все будут продавать только то, что выстроено сейчас или будет выстроено, наверное, в последующие там 5 лет. Окей. Спасибо. Карин, ну и давайте перейдем к Таиланду. Несколько слов. При всем уважении к Камбодже, при всем уважении к Индонезии, все-таки из стран Юго-Восточной Азии, и Таиланд по-прежнему популярнее. Я сейчас не беру там, ну, скажем, мы недавно проводили исследование у украинцев, у россиян он входит в топ-10, у казахстанцев рядом, у белорусов тоже рядом. То есть, как бы, причем у украинцев, по-моему, шестое место или седьмое занимается не всех стран, при том, что есть возможность, ну, как бы, с более открытыми границами покупать и в Европе гораздо более свободно, чем, скажем, у россиян. Несколько слов о том, что собой сейчас представляет рынок, каким он был последний год, что там с ценами, а я пока пойду включать презентацию именно в той части, где мы говорим о Таиланде. Да, о Таиланде. Да, вернемся к тому направлению, который все знают, по крайней мере, слышали, многие были. Тоже вначале как раз хотел сказать про инвесторов, которые у нас всегда были и есть. Это жители Иркутска, Приморского края, Владивостока, которые непосредственно близко находятся, и они в какой-то момент иногда кажется, что даже наравне с нами знают про выход новых проектов, про какие-то скидки, акции, и это всегда очень интересно на самом деле наблюдать. Но если говорить о том, что сейчас происходит на рынке, в принципе, в Таиланде, мы заметили, конечно, что по сравнению с декабрем количество запросов на приобретение тайской недвижимости выросло практически на 30%, я имею в виду, декабрь прошлого года, и также интерес к апартаментам в пряжной стране у содействия заметно увеличился, опять же, по итогам прошлого года, начала этого года, он скачал примерно на 85%, если мы, опять же, смотрим показатели пика 2021 года, то есть постковидного. Пик спрос, наверное, был в сентябре, опять же, когда начинается сезон, первый месяц осени, всегда очень много обращений, поэтому мы сейчас готовимся к сентябрю, к активному сезону, сейчас увидим, я думаю, спрос не меньше, чем в прошлом году. И, безусловно, весь этот спрос привел нас к росту цен на вторичном и на первичных рынках недвижимости, это было просто не исключить. Помимо этого, после окончания пандемии, коронавируса, наиболее высоким спросом пользовалась недвижимость среднего класса, стоимостью где-то до 2 миллионов бат, это до 4-5 миллионов рублей по текущему курсу, опять же, он меняется постоянно. Но сейчас ситуация все равно изменилась, и мы видим, что интерес покупатель смещается на сторону элитного жилья для постоянного проживания, площадь смотрит, спрашивает, примерно 80 квадратных метров, то есть раньше это была действительно какая-то инвестиционная история или перезимовать, то есть сейчас многие готовы релацироваться и поэтому смотрят большие дома для себя. Несколько слов с ценами более-менее понятно. Все-таки эта динамика, она, опять же, на ваш взгляд, больше связана с тем, что одновременно совпало несколько факторов, ну, например, там закончился ковид, год назад, по сути, год назад только были сняты последние ограничения на приезд, это раз. Второй момент, мы прекрасно понимаем, что направило огромный поток покупателей из России с сентября прошлого года, собственно, и он, по большому счету, продолжается, да, и то, что говорят, что там, Пхукет уж во всяком случае говорит по-русски, так и раньше было, но сейчас это просто особая история. Но все-таки понятно, что сейчас вообще загадывать бессмысленно, но какие здесь моменты, связанные с потенциальными толчками инвестиционными, могут играть в свое? Безусловно, то, что вы сказали, это абсолютная правда. Сначала ковид, когда была стагнация цен, потом они резко пошли вверх, потому что интерес был и со стороны покупателей, и новые застройщики, и в регион приезжало очень много туристов, соответственно, сейчас мы видим, что, опять же, это с ноября прошлого года, по январь текущего года планируется большой поток туристов, и я не говорю сейчас даже про Россию, китайцы, мне кажется, в любом сейчас рынке, который бы мы ни взяли, что по паспортным программам, я помню, у нас было в начале, и сейчас Китай все равно большую долю интереса своего инвестора представляет в регионе. И это то же самое происходит с Таиландом. Сейчас в Хукет, как бы за этот год, скажем так, показался местом такой мягкой эмиграции, куда комфортно приехать большому количеству людей. Ти-специалисты опять наши любимые, где высокая скорость интернета любят релацироваться. Безусловно, это любой формат удаленщиков, люди с каким-то определенным капиталом, которые тоже, есть какой-то процент людей, которые приезжают в Таиланд для того, чтобы делать бизнес, открывать компании. Это также не запрещено, напомню, в Таиланде. И, безусловно, такие весомые аспекты, это международные школы, которые есть на Пхукете, которые мы видим, то есть с отличным образованием. Чаще это даже русскоговорящие преподаватели, педагоги. Климат, который в большей части все-таки комфортным считается, если мы опять сравниваем с Дубаем, где на лето можно просто смело уезжать, потому что невозможно даже нашим гражданам находиться, которые в поисках тепла туда переезжали. Безусловно, это свой международный аэропорт, тайское гостеприимство, которое с каждым годом только расцветает. И опять же, да, прямое авиасообщение, да, там к сезону будет перелетов, прямых рейсов все-таки больше. Сейчас пока меньше, но все равно, опять же, да, совокупность она сыграла на этом спросе. Сами тайцы поддерживают свою культуру и тем самым привлекают инвесторов этим комфортным гостеприимством. Карин, вы несколько рассказали Пхукет, а Паттайя, а Бангкок, или вы тоже все-таки сосредоточиваете место на одном регионе, безусловно, у россиян самому популярному? Паттайя чуть меньше, но она тоже есть у нас, ее тоже иногда смотрят, но, как я сказала в начале, все смотрят дом для себя. Про дома, про кондоминиумы, это больше все-таки про Пхукет. Здесь, даже если наши клиенты слетали уже в Бангкок, посмотрели там такая активная жизнь, они немного от этого устают и хотят свой уголок, свою виллу, опять же, с бассейном, как мы это обсуждали сегодня, свой уголок, свое пристанище, куда они могут приехать. Опять же, как формат зимовки, так и жить там круглый год. То есть все-таки смотрят больше на Пхукет, поэтому мы больше им занимаемся, и, опять же, по запросам наших клиентов выбираем вариантов больше на Пхукете, потому что видим спрос больше все-таки там, на Паттайе. Ну, давайте посмотрим те объекты, которые вы предлагаете сейчас. Я еще раз скажу, что мы все-таки сосредоточились сегодня на Камбодже, у нас там и объектов было больше, здесь, насколько я понимаю, всего два, но, тем не менее. Да, Филипп, попросил бы вернуться на предыдущий слайд. Мы уже столько сказали про недвижимость, и самый, наверное, основной вопрос тоже наших клиентов, которые приходят, тот, который задаем им мы, это что вы хотите получить в конечном итоге, потому что цели у инвестора много, задач тоже много, бюджеты разные. Чтобы понимать, как правильно отработать этот запрос, нам нужно понимать, что хочет видеть в конечном итоге, какой результат получить наш инвестор. Поэтому мы практически в любом направлении придержимся трех стратегий, которые выбирает наш клиент конечный, и, соответственно, это либо консервативная инвестиция, либо высокий риск. Здесь у нас все этапы процесса прописаны, здесь оно про тайм, но, тем не менее, у коллеги в любом случае предложат эти стратегии для любого инвестора. Либо умеренная инвестиция, о чем мы сегодня тоже говорили, либо консервативная, либо умеренная. Сегодня такой немного спокойный формат освещения недвижимости. И, опять же, да, если мы говорим про недвижимость, про проекты, сегодня их не так много, потому что запомнить их точно невозможно. Их более тысячи в нашем портфеле по каждому направлению, по каждому региону. Если все-таки есть у вас интерес, вы хотели бы что-то приобрести для себя, посмотреть варианты, лучше, конечно, связаться с нами. Наши специалисты вам направят конкретные предложения, которые могут впоследствии обсудить. И, соответственно, у нас был представлен сейчас на слайде один проект. Давайте откроем его. Один из топовых, которые спрашивают, выпрашивают, выбирают в конечном итоге после просмотра нескольких, ну, скажем так, десятков иногда проектов. На пляже Камала достаточно тоже известно, если кто-то был рядом с пляжем, выбирают эту локацию, потому что там тоже были. Почему выбрали тоже его? Потому что сам застройщик, опять же, предлагает фиксированный доход, который будет прописан в договоре с покупателем. Есть управляющая компания, то есть известная мировая отельная сеть операторов, которая поможет сдавать все равно эти апартаменты и уменьшит таким образом риск, что не получится сдать, не получится доходность. Мы все-таки тоже, если есть такая опция, всегда рекомендуем в нее заходить, ее рассматривать, по крайней мере сравнивать. Мы всегда готовы сравнительные варианты тоже предложить. И здесь вот примерный формат, как можно, опять же, учитывая наш вопрос, который вот последний у нас в чате сейчас на данный момент есть, как прогнозировать на 15 лет, даже 10-15. Есть достаточно много вариантов, застройщики тоже могут с вами остаться после формата гарантированной доходности по программе Rental Pool, то есть отправлять вам какую-то часть, соответственно, дохода с перерасчете на условия, то есть где-то 40 на 60, где-то 70 на 30. Застройщики предлагают по-разному, но этот формат всегда дает, опять же, снижение рисков по своей инвестиции, что вы точно будете получать какой-то доход. Никогда вам не будут запрещать сдавать самостоятельно, то есть управляющая компания либо будет предложена застройщикам, либо уже под отельным управлением, либо самостоятельные сдачи через букинг, через друзей, это тоже имеет место быть. И второй проект, который может быть... Да, давайте второй посмотрим. Да, это вот просто в сравнении, что может быть в Таиланде. В Таиланде, безусловно, всегда можете посмотреть вариант с виллой. Опять же, мы тут должны сделать оговорку о том, что зависит от бюджета, с которым приходит к нам клиент. Мы можем смотреть с вами от, опять же, если говорим про Таиланд, от 100-150 до бесконечности, потому что сейчас очень много предложений по виллам. Они действительно интересные. Сумма может быть разная, но оптимальная для ваших запросов, если вы будете там жить. Безусловно, виллы берут для собственного проживания, если это даже не одна семья. И даже сами застройщики, особенно если это не сезон, мы всегда тоже рекомендуем заходить в проекте даже летом, когда считается, что мало туристов и прочее. Зато застройщики предлагают очень много опций. Вплоть до... Мы видели недавно, один застройщик регистрировал отметку 75 долларов к рублю, то есть фиксированный курс. Ого. И предлагает фиксированную доходность чуть выше обычной, которая происходит в сезон. Поэтому очень много интересных предложений. Мебельный пакет, кстати, был предложен в подарок по некоторым проектам. И это все делает доступным инвестору зайти на максимально безопасных условиях по цене, которая ему будет нравиться. То есть это может быть и 150, и почти что миллион, если мы смотрим виллы. И вариантов действительно много. Застройщики идут навстречу. Это нужно учитывать и не ждать хорошей какой-то ситуации, потому что, насколько мы знаем, по опыту, вы поддержите. Мы не видели ни разу, чтобы у нас где-то рынок какой-то слишком серьезно падал. Они пока только действительно растут в цене. И все, что мы видим, это либо удорожание сезонное, либо, да, какие-то интересные опции, но все равно супер большого спада на недвижимость мы не замечали со все это время. Окей. Друзья, я просто говорю, мне пришло сейчас еще несколько вопросов. Они не в чате, я просто уточнить как раз хочу. Это уже, наверное, Ксения и Карина к вам. Собственно, ключевой момент сейчас, ну, собственно, это понятно, раз уж мы говорим о комплексной истории, да, это оплата. Если мы говорим про Индонезию, если мы говорим про Таиланд, как это сейчас происходит? Каких валютах? Я знаю, тогда есть примеры, то есть это проще, чем, условно говоря, купить недвижимость, там, не знаю, в Испании или тем более в Германии, хотя, собственно, ну, те, кто понимают, что, в общем, юридически это не запрещено, те, кто имеют на это право, они это делают. Но как это сейчас происходит? Как вы в этом вопросе помогаете и вообще сколько занимает этот процесс и какие дополнительные расходы? Давайте, Ксения отдельно по Индонезии, Карина, может быть, чуть более, в общем, по низким странам. Да, ну, на самом деле, сейчас ситуация схожа, наверное, по многим странам. Например, то, что Индонезия, в частности, не является недружественной страной, тем не менее, клиенты сталкиваются в первую очередь с тем, что нельзя перевести деньги в валюте, открыть счета новые в валюте, перевести деньги. Поэтому рекомендации такие, если все же есть возможность перевести из банков несанкционных в валюте, у многих есть такая возможность, и есть такие еще банки, но мы не будем заниматься здесь рекламой, это, ну, часто, наверное, в разговоре с клиентом это обсудим, но многие сейчас, Филипп, открывают в юанях. Вот в юанях как раз такой проблемы нет, а большинство застройщиков уже имеют счета в юанях, и можно без проблем переводить в юанях либо в криптовалюте. Если мы говорим о юанях, ну, условно говоря, берем курс, покупка недвижимости в юанях, покупка недвижимости в долларах, евро, это разница с точки зрения курса никакой, или поскольку юаней, там какая-то дополнительная накруточка? Нет, нет, накруток дополнительных нет, накруток дополнительных нет, разницы никакой. Окей. Карина, что скажете? Да, я бы, наверное, добавила, если у нас клиенты тоже спрашивают про различные валюты, возможно, у них есть там рублевый счет, они хотят перевести сначала на свой счет, либо открыть в рамках банка, либо перевести в другой, в долларах, безусловно, мы должны, мы должны учитывать комиссии банка, которые в любом случае появятся. И, опять же, я вернусь к тому, что говорила ранее, всегда желательно уточнять у банка, в котором планируете открыть, либо в котором есть счет, потому что банковский сотрудник, он более уполномочен вас сопроводить по информации по отправке и платежам. Но, опять же, как сказала Ксения, проблем на самом деле таких серьезных нет, если мы не говорим про европейские страны или любые другие недружественные, отправка проще. Опять же, может быть, внутри банка конвертация с вашего же счета на юане, но застройщики максимально лояльны, они готовы выставить счет в юанях, они готовы, некоторые вьены, кстати, выставляют счет в долларах, в евро, и, опять же, да, альтернативный способ оплаты никто не отменял, но это совсем частный случай, когда у клиента вообще никак не получается оплатить, но желание существует. Банки идут навстречу, там, да, опять же, не буду говорить, какие, но вначале тоже сообщала, с каких банков прошла оплата в Камбоджу. В принципе, они применимы и к Индонезии, и к Таиланду. Ну что ж, друзья, наверное, тогда в заключении уже нашего вебинара я задам такой, наверное, более общий вопрос. Понятное дело, что в рамках вашей компании, как агентства, как те, кто сопровождают сделку от и до, ну, если человек придет к вам, там, заинтересованный в Таиланде, а потом заинтересуется Индонезией, ну, значит так, да, но при этом это означает, что Таиланд получит или не получит своего клиента, а Индонезия, наоборот, не получит или получит, да, и вот приходит человек, который, в общем, допускает, он смотрит в сторону Юго-Восточной Азии и действительно видит, как вы сказали, с одной стороны, какую-то больше инвестиционную перспективу, чем перспективу переезда, или наоборот, вот, и он смотрит, вот есть Камбоджа, вот есть Индонезия, вот есть Таиланд, есть еще, как я понимаю, у вас Вьетнам, хотя вот сегодня мы практически о нем не говорили, но так или иначе. На какие вопросы человек должен сам себе ответить, чтобы сделать выбор в пользу той или иной страны, если по большому счету изначально, ну, ему что Таиланд, что Камбоджа ерунда, пусть он даже там бывал где-то, какие здесь есть моменты, кому сюда, кому сюда, Ксения, что скажете? Это достаточно сложный вопрос, Филипп, но на самом деле, чаще всего бывает иначе, все-таки клиенты, они примерно уже представляют, то есть, вот, редко, наверное, вот, бывают клиенты, которые приходят и ничего не знают в Юго-Восточной Азии, и вот порекомендуйте мне, куда мне пойти, да, а чаще всего это люди довольно уже хорошо ориентирующиеся в этом рынке и примерно представляющие себе, что, что такое Таиланд, какие возможности есть, что такое Бали, и, ну, собственно, здесь уже мы больше работаем с конкретными вопросами, то есть, у нас уже подготовлены, ну, такие опытные клиенты, инвесторы, поэтому, если говорить в общем, несомненно, да, есть схожесть во всех этих странах и там формах собственности, и доходности, и возможностях, да, потенциале получения дохода, да, в связи с такой, какой-то круглогодичной историей, поэтому здесь, ну, остаются какие-то нюансы, вера самого человека, все-таки он, как я уже сказала, приходит все-таки подготовленным, изучает информацию, и мы уже как профессионалы готовы дать ответ уже на какие-то точечные вопросы о доходности, да, вот часто бывают такие уже более профессиональные вопросы со стороны наших клиентов, и мы здесь уже готовы прийти на помощь и ответить на эти запросы, на эти вопросы. Карина, что скажете? Да, я полностью поддерживаю слова Ксении, у нас, кстати, вначале была замечательная таблица, она, правда, не такая обширная, и отвечает, возможно, не на все вопросы, но, тем не менее, минимально, если клиент действительно совсем не знает, что делать, у нас, безусловно, на первом этапе есть личная встреча, либо разговор, у нас есть формат анкетирования, в котором клиент может немного сориентировать нас, что бы ему хотелось получать, мы специально для таких клиентов подготовили свою анкету внутреннюю, то есть он отвечает, что бы он хотел в конечном итоге получить, какой у него минимальный бюджет, какие страны у него в приоритете, и в процессе беседы, безусловно, мы выясняем, какие потребности все-таки в приоритете, какие потребности вторичные, и все-таки вместе выходим на какую-то золотую середину, чтобы клиент был доволен, чтобы мы знали, что это хороший проект, и мы уверенно его предлагаем, можем показать все документы, связать застройщиком, и юристы одобрили эту сделку в принципе. И, соответственно, все зависит, конечно, в процессе общения, чтобы мы понимали, какие цели задачи, то есть нет у нас какой-то формата, что давайте берем только вот это, мы за то, чтобы сравнить все рынки, поэтому, наверное, таблички одной из наших отличительных особенностей, мы всегда их показываем по различным направлениям, чтобы клиент действительно сам сравнил по основным преимуществам, куда бы ему было бы интереснее пойти, куда инвестировать, безусловно, это наши комментарии сопровождаются, эти таблицы сравнительные, но мы всегда рады именно подружески сопроводить, в какую сторону лучше пойти клиенту, исходя из того, с чем он к нам пришел. Окей. Ну что ж, практически на все вопросы мы ответили, если какие-то, на какие-то не ответили, я думаю, в частном порядке мои собеседницы обязательно ответят. Давайте еще раз контакты компании опубликуем, через несколько часов мы опубликуем, собственно, вебинар на нашем канале в YouTube, через несколько дней опубликуем статью по итогам с основными тезисами, которые позволят вновь погрузиться в мир Юго-Восточной Азии. Ну, а я на этом, наверное, буду прощаться. Спасибо огромное. Карина Соловьева, руководитель направления Таиланда и Камбоджа, Russian Sotheby's International Realty и Ксения Грачева, руководитель направления Бали, Russian Sotheby's International Realty. Спасибо вам огромное за участие в нашем вебинаре, контакты ваши на экране. Друзья, спасибо большое за участие, спасибо большое, что были с нами эти почти полтора часа. Думаю, было полезно, интересно и, соответственно, перспективно. Это уж точно. Спасибо. Встретимся на вебинарах Приана, Ксения, Карина. Спасибо вам огромное. Спасибо. Благодарим вас, Каип. Всем хорошего дня. Благодарю. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok